Десятый стиль зрения. Момент справа. Выкупаем, открываем. Нормально, вижу. Народ все мало. Мы будем протянуть точно. Такой вопрос. Кто напомнит свои скайпчаты? Какому мы договаривались? Будем друг другу помогать? Реали друг другу? Скайпчат, кто-нибудь больше стакутились? Напомню? Есть такие? Видимо нет. А кто новички? Кто не знает, зачем наполняют скайпчаты? Кто из своего наставника? Как мы решили помогать друг другу? Мы пиарим друг другу? Мы добрали. Ну, новички спросят у наставника, для чего это нужно? Я понял. Мы добрали. Так, сегодня рассмотрим сервис, да, один по раскрутке. Я им давно не пользовался, сейчас его маленько подделали. Стало-ка интереснее. А также, кто не смотрел серию урок, которую я записывал, да, первый, второй, третий урок, сегодня тоже рассмотрят. Они все смотрели, а также вместо третьего урока, вместо скайп-талкера, как я показываю, я маленько покажу другую систему, как я привлекаю, да, как рекрутирую людей. Она, не то, что сказать, прям супер, но зато выстреливаете иногда очень часто. Так, итак, друзья, давайте сейчас тогда я опять врубаю камеру и включаю демонстрацию. Маришечка, ты зашла? Да, я зашла. Он будет показывать вместо вот этого скайп-сталкера свою систему. Ну ладно, солнышко. Так, сервер. Топи. Многие, наверное, его знают. Ну, кто не знает, сейчас покажу. И новое введение по YouTube у них появилось. Также я добавил ссылку, кто будет смотреть записи в закрытой группе на этот сервер. И все инструменты, которые сегодня будут показаны, они есть в закрытой группе. То есть можете скачивать, пользоваться. Итак, сервер этот, он нам нужен для раскрутки. Накрутки, да, всех наших соцсетей можно. Кто из вас делает видеоролики, то и пишет. Я думаю, многие, кто не пишет, кто-то не будет здесь зарабатывать. Ну, может, будет зарабатывать, но очень маленькие суммы. Как уже говорили, надо постоянно записывать ролики. И чтобы были просмотры, чтобы были просмотры, нам нужно, как бы, набрать, да, подписчиков туда, чтобы люди адекватнее относились к нашему каналу. То есть, чтобы у нас здесь было, ну, хотя бы, да, больше тысячи. Ну, или хотя бы 500 начинают. Просто, если у вас 2-3 подписчиков, как бы вы ни записывали ролик, люди будут заходить, к вам такое недоверие будет, и будут уходить. Ну, не все, конечно, если у вас контент будет просто шикарный, а видео качественно, они не будут. Ну, а так, чтобы набрать подписчиков, для этого вот этот сервер, сервер очень классный, потому что здесь процентов 10, наверное, только списывают, 90% не списывают. Сейчас я покажу вообще, почему я не списываю, да, подписчиков. То есть, например, копируем ссылку нашего канала, заходим на этот сервер, сюда нажимаем «Добавить задание», и сюда вводите, да, ссылку нашего ютуб-канала. «Данное задание уже добавлено», он мне пишет, так как я уже, да, набирал сюда подписчиков «Илектив» на стреках задания. Итак, смотрим. 200 подписчиков я набрал данным сервером. То есть, сейчас поставим пример, пример, да, 235. То есть, 35 плюсом он мне накрутил подписчиков. Здесь я советую выставлять, там будут примерно где-то вот такие, да, то есть каждый подписчик будет смотреть, ставить по 3 лайка, делать вот 14 просмотров, и время просмотров каждого видео по 4 минуты. Тем самым вы накручиваете себе и просмотры, ставите себе лайки. Это можно выбрать как в ручном режиме, так и вот задавая, да, вот низкая накрутка, средняя, хорошая, то есть здесь уже лучшее. Но она очень дорогая, то есть видите, 35 подписчиков мне выходит, ну, очень дорого. У меня 2000 поинов, попозже расскажу как не добывать эти поины на автомате причем. И нам нужна, то есть у меня уже стояла где-то, где-то средняя у меня, да, накрутка была, насколько я помню. Сейчас я закрою. У меня уже стоял, здесь просто написано ручной, но я где-то выбирал среднюю накрутку. И вот они уже как бы все стоят. 3, 14, 4. Можете вручную подрегулировать, да, естественно, будет дешевле. Также хочу обратить ваше внимание здесь, когда опускаемся ниже, сливаю аудиторию, нажимаю вот сюда. И у меня здесь стоят хорошие. Советую тоже всем ставить хорошие, потому что на низком качестве здесь будут и боты накручиваться от самой системы. Нам они не нужны, да, эти боты. Я вот рекомендую поставить хорошие. Так, у нас билось. Сейчас опять поставим. 235. И советую по 35 подписчиков где-то в день. В день зашли, поставили 35, можно 30 с утра, 30 с вечером, чтобы равномерно набирались они. Здесь у меня стоит уже хороший. То есть это мне будет стоить 700 поинт, 35 подписчиков. Так, то есть, ну, запомним, да, всегда ставьте здесь хорошее. Здесь вот можете почитать, как ранжируются хорошие или плохие. Здесь вот будет показано. И здесь, возможно, даже люди, которые в дальнейшем будут смотреть ваши видео. И здесь уже не будут расписываться. Ну, может, будет, но очень мало. Все, нажимаем сохранить изменения. У меня списалось, да, помню, то есть у меня 200 с чем-то было. Так, находим это задание. Так, секунду, где оно было. А, вот, да. То есть видим, 200 уже подписано, 235 осталось. Ой, 35 осталось, точнее. И где-то в течение какого-то времени они к нам придут. Да, хотел сразу, забыл сказать про это. Здесь скорость не ставьте большую. Вам, во-первых, не нужны, чтобы они быстро приходили, потому что YouTube будет видеть, ажиотаж такой на ваш канал пошел. И будет их списывать. Наоборот, нам нужна самая минимальная, да, скорость, вот, один пикс. То есть они у нас потихоньку, плавно-плавно будут проходить. Это что касается, как вот набрать подписчиков. Также здесь можно просмотра набирать, с контактом работать, да, то есть там репост. Ну, давайте сделаем репост какой-нибудь записи еще в контакт. Идем в контакт. Вот я сделаю отзыв Ярослава, да. Оставил отзыв, тоже хороший ученик. Хорошо в моей команде. Хорошо. В принципе, все усваивает и добивается результата. Вот просто он делает, да, как показано. Звонки, значит, надо делать звонки. Если надо трансляции делать, он делает трансляции. Вот вам пример. Будете делать так же, будет у вас результат. Заходим сюда. Пишем здесь. Добавить задание. Вставляем. И здесь нам предлагают, что нужно сделать с этой записью. накрутить лайки, поставить репосты или просмотров. Ну, нам неинтересны репосты. Поставим, ну, к примеру, давайте 35, да, репосты. Будет стоить 175 пунктов, он показывает. Но, опять же, качество аккаунтов нам лучше поставить здесь хорошую. То есть это уже 350 будет. Также можно выбрать возраст. Поставим от 18. Внимание, слишком мало людей с такими требованиями. Выберите часть настроек. Но в любом случае, я ставлю такой возраст, и это будет уже стоить 525 поймок. 35. Ну, лайки, они автоматически ставятся, если репосты делает человек. Так что они нам не нужны. Ну, нажимаем оплатить. Все, теперь задача добавлена, и в течение какого-то времени будут меня накручены репосты на эту запись. Всем понятно, как это делается? Стоп. Владимир, накрутка это делается, как я уже объяснял, для того, чтобы у вас было больше подписчиков, люди адекватнее к вам станут реагировать, если у вас есть подписчики. Где брать плену? Сейчас я расскажу. Также, также, также смотрим, где их брать. для этого нам нужно здесь вот нажимаем в топи-бот в топи-бот и скачиваем ее съемок себе на компьютер. Установка там достаточно простая, то есть задаете путь, куда хотите установить и устанавливаете. Ну, если не разбираетесь, можете прямо устанавливать там на дисце, кому как удобно. программа выглядит следующим образом. Сейчас она покрутится. Так выглядит вот программа. И сюда вы загружаете свои аккаунты. То есть, например, добавить аккаунты. Вы можете добавить как с контакта, инстаграм, ютуб, а из кайфм, я без понятия, что это такое, аккаунт, одноклассники, твиттер и фейсбук. Достаточно много, да? Сразу говорю, не добавляйте свои аккаунты, то есть фейковые какие-нибудь, создайте их, потому что они в любом случае будут морозиться. Программа хоть и работает, так что в определенный момент аккаунты засыпают, ну засыпают, отключаются там час, где-то не работают. Но в любом случае вычитают, да, роботы там соцсетей и морозятся. Так что можете создать себе несколько фейков, вот данных соцсетей и запустить. За день, если каждое, из каждой соцсети вы сюда добавите, вы наберете, ну, большое количество понят на самом деле. Больше тысячи, это, мне кажется, точно. То есть, таким способом. Сюда вводится логин, пароль. У меня сейчас здесь просто вот один аккаунт и вот видите, поморозились, сам одноклассник, одноклассники, YouTube, Facebook. У меня просто такой же бот крутится на удаленном сервере, то есть, постоянно, независимо, да, включен у меня компьютер, выключен. и я туда добавляю с Facebook. Давайте сейчас создадим Facebook левые странички. Просто, почему с Facebook и дешевле всего делать Facebook. Я вам покажу. Facebook я вчера всегда набираю. сейчас создадим новую, создадим аккаунт. Для этого нам нужен смс-рект. Я вот пользуюсь вот таким. Здесь самые дешевые аккаунты. И для Facebook стоит создать всего 90 копеек. То есть пишем там имя класса, рогов, пароль. Пароль сразу записывайте. я так создам. Все равно запишусь сначала. день рождения. Ну, на бум ставьте. мужчина. Теперь нам нужен номер. номер. Берем его, копируем. 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 Вставляем сюда. здесь семерку не забываем указать. И создать аккаунт. Здесь нажимаем поиск смс. и сейчас должна нам прийти смс. Момик пришел. Копируем. Вставляем сюда. Так. Мы тут далее пробел выбираем. А вот тут можно копировать пробел. Далее да. Здесь можете заполнить свой профиль. Даже желательно его заполнить. женский выберем. Выбер так я да. Примеры. все Вася вот готов к бою. Но говорю сразу нужно вам дополнить да. Дальше информацию уже знаете как здесь добавлять. Чтобы он отлежался там недельку где-то. Потому что сразу если его запустите у вас будут баняться они очень быстро могут моментально забанить. мне в принципе не жалко. Давайте добавим чтобы понятно было. Берем копируем этот номер. выберем здесь фейсбук сначала вставляем и сюда пароль. Он может добавить не сразу то есть попросит вручную авторизацию часто бывает. проверка сейчас проверит и скорее всего попросит чтобы его еще по другому маленько авторизовали. Подождем. И здесь также можете накручивать и сюда просмотры репосты можете записи из фейсбук из одноклассников из всего что угодно. Это создан для всех соцсетей. давно не пользовался но я в основном накручиваю на YouTube. просмотры и лайки и чуть-чуть подписчиков чтобы YouTube видит что канал растет. вот он просит ручной авторизоваться сюда вводим опять номер телефона 7 и сюда пароль вошли здесь нажимаем готово и тут не удалось распознать хлопки возможно его уже забанили когда резко начинаешь пользоваться и быстро баня то есть им надо отлежаться возможно я пару дней а не в принципе я же все зарегистрировался еще раз нажмем какая проблема но бывает постоянно да сами знаете что поменяется с чем постоянно сталкиваешься в нем программам удается распознать пробуйте снова в принципе все правильно не знаю почему у меня такого не было раньше давайте последний раз попробую не буду затягивать видео но в любом случае это первый раз и в основном добавляется спокойно как видите уже я однократно это делал то есть какие то морозится новые 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 но зато у вас убивают набираются полные и вы уже можете раскручивать все что угодно ну опять какая то куда ну ладно не буду еще застрять на это внимание потом напишу в скайпе в чем была проблема ясно в принципе по этой программе ссылка на видео свое всегда загружать или любое не понял вопроса олег в смысле какой любой ссылку на видео можете любой загрузить свое соли все дают но у кого хотите раскрутить да если канал то ссылку на канал если видео по ссылку на видео пожалуйста перфект мания зачем перфект мани что это пустынки а немножко купить нет это пустынк это пучает он и также можете не добывать следующим способом ну как я даю ссылку сбросил м 25 процентов по моему буквально а то есть всем отправился вы пользуетесь я зарабатывал может сдавать партнером процент или просто рекламировать да там знакомым дать кто так же пиарится это все бесплатно сегодня такой урок для кто любит для бюджетников да можно сказать потому что создать аккаунт за рубль ну это небольшая сумма как бы так по боту все понятно в топе как работает как там все сделать что можно раскрутить вопрос есть по этому сейчас бросить ну ссылка я еще раз говорю есть закрытой группе я добавил так можете в принципе и откуда брать так я сбрасывал кто не знает да вот этот смс.орг тоже сбросил ну понятно попали то все понятно будет тут ничего сложного с этим нет да видео есть принципе по видео вы все разберетесь так что с точки зрения не закрывается закрываем так ладно теперь давайте разберем м как нам пасы skype да как их очищать и как дальнейшее с ними работать в принципе как их превращать в клиентов те кто не видел мои руки я сейчас покажу видео да которые мы не видим закрываем это все так заходим сначала группу и пасим группы с проектами не заработком не с доходом да а именно с проектами а потом скажу зачем это нужно делать возьмем проект редакции сегодня рассмотрим желательно желательно запомните тоже брать можно несколько групп взять а лучше брать так депресс сегодня будет по моему пораду это затих посмотреть в в в в в в в в в это Возьмем любой Redux, в принципе, я все равно буду на своих показывать. Возьмем вот это. Желательно ищите, почему брать официальные группы, потому что там больше целевой аудитории именно с самого Redux действительно. И официальные группы можно искать на сайтах компании. То есть зашли на сайт компании, частенько бывает у компании, они там прикрепляют ссылку на свою группу. То есть зашли, нашли ссылку на группу, зашли, скачали оттуда. Ну, и зашли в эту группу и начинаем парсить. Можно собрать сразу несколько групп с названием Redux, да, но там большинство людей будут левых, которые к Redux вообще отношения не имеют. А нам нужно, по идее, именно те, кто были в Redux или находятся в Redux. Так, ну вот, просто возьмем Redux, неважно, относится он к компании или нет, и нам нужно спарсить оттуда Skype аккаунты. Так, заходим в сборщик. Эту программу я добавил в закрытой группе, тоже найдете. Берем аккаунт, ну, покупаем, естественно, свои, ни в коем случае не берите, они быстро банятся. Если группа большая, может, одну группу только спарсить, то есть там 500, миллион. Если небольшие, то можно работать, в принципе, с несколькими. Не забываем, где двоеточие, выбираем, вот здесь, да, и ставим точку запитывания. Нажимаем ОК, нажимаем Skype, и берем, в принципе, название, да, то есть до слэша. Копируем. Вставляем сюда, и нажимаем Start. Авторизовался, 495 участников, спарсинг всего 40, да, 40 человек предоставили свой Skype. Ну, это достаточно мало, но я просто вам принцип покажу, чтобы вы понимали. После каждого, как вы спарсили, советую вам закрывать программу, потому что аккаунты будут сразу баниться, если вы сразу запустите еще. То есть в эту же папку будут набираться люди, вам это не надо, то есть закрыли, и заново надо будет авторизоваться. Спарсистые наши аккаунты находят в самой папке, где установлена программа, куда вы ее установили, то есть вот она появилась, эта папка, и здесь у нас все наши Skype-аккаунты. Давайте я еще какую-нибудь группу, побольше, конечно, спарсинг 40, это вообще не что, чтобы понятнее было. Ну, сверху, PR-группы. Ну, в любом случае, я буду не отсюда добавлять, просто полиадвиты сейчас, чтобы потом очистить, показать, как очистить программу, несколькими способами. Так, заходим нашу группу. Запускаем сначала, точнее, программу. Нажимаем «Авторизоваться», вставляем, выбираем две точки, точка за пятой, и «Ок». Нажимаем «Скайп». И вот опять что, например, «Лаб» нам копировать не надо. Нам нужно только скопировать номер «Лаб» и номер «Ухэп». Вставляем сюда, и нажимаем «Старт». Вот у нас «Кайп», да, собираются. Задание 175. Мало, конечно, я миллионненький группу прям, пацал, нажал и ушел там. Приходишь там, смотришь там, 50 с чем-то, 100 тысяч, да, с парцами. Так, теперь мы заходим, где у нас программа. И есть два способа убрать бубликаты. Просто бывают здесь часто бубликаты, но не знаю, сейчас появится или нет. Рассмотрим первый способ, это через Excel. То есть, открываем, выделяем, копируем все. Сейчас Excel подручится. вставляем. и выбираем, выбираем сверху форму, а, нет, не форму, данные, да, вот сверху убираем вкладку «Данные», и заходим вот сюда, здесь вот написано «Убрать бубликаты». Нажимаем сюда, столбец «А», то есть вот у нас столбец «А», нажимаем «Ок». «Найден» и удалено повторяющее значение 3. То есть, 3 аккаунта у нас удалены. Окей. 3 аккаунта удалили, есть, соответственно, очень много, большое количество, там и тысячи удаляются. Потом просто это берем и копируем, да, ну, просто все выделяете и копируете уже, вставляете, откуда вы скопировали до этого. Это первый способ. Первый способ. Второй способ. Опять же, используем программу. Сейчас сначала я помещу в папку отдельную при всем. Программу уже закроем, она нам не нужна. Отмечаем сюда скайпы, в отдельную папку, да, здесь вот, в котором мы спорсили. Создадим папку очищенной, назовем ее «Секунду». А, да, нет, подсекает, да, все правильно. Создать папку. Ну, назовем ее «Скайп», просто «Скайп». Так, теперь открываем программу другую, которая тоже у нас есть в закрытой группе. Для удаления дубликатов она… Так, а, вот она у меня уже, значок здесь есть. Сюда, вверх, загружаем скайпы, которые мы хотим очистить. То есть находим их на рабочем столе. А сюда мы уже очищенный поставим. И нажимаем «Стар». Все, она очистила. Их как мало, она быстро работает. Когда много, она, конечно, намного дольше. Открываем скайп. И здесь, что, большой плюс, она их выставляет по алфавиту, да, все наши скайпы. сверху вот такие кракозябры. Мы их удаляем. Номера. Номера я обычно тоже удаляю. И в самый низ пролистываю. Здесь, здесь, ну, в принципе, может, и валидные, да. Сохраняем. Сохраняем. Закрываем эту программу. И теперь еще, возможно, будут какие-то инвалидные, нам нужно их еще очистить, да. Это следующая программа мы будем использовать. Иксген. Я ее сегодня тоже добавил в эту группу. Она, кстати, иксген раньше парсил, да, с контакт. Вот, недавно перестал. Хотя тоже классно парсил. Ставим здесь вот сверху галочку. Галочка у всех расставляется. Нажимаем на скайп. Удалить некорректно. То есть, у нас сейчас 168. Посмотрим, есть у нас некорректно. Стал 154. То есть, невалидный он удалил. Дальше. Дальше нам нужно их сохранить. Вот. Нажимаем на этот значок. Сохранить в TXT. Ставим сюда разделитель, да, точку. И ставим в скайп. Нажимаем сохранить. Задаем путь в эту же папку. Соглашаемся. Скайп успешный сохранение. То есть, у нас там должно быть 154 скайпа. Спускаемся. 154 скайпа. Вот. Чистые скайпы, которые мы уже теперь можем использовать. Так. Меня видно, да? Видно? Поставьте плюс, если видно. Все видно просто. Возможно, вылетело что-то. Ну, все, я понял. Так. Дальше, да, посмотрим. Теперь, что делаем? Теперь я покажу, как, в принципе, я работаю. Как наполняю свои скайпы. То есть, в обучении, там, говорится, 5 аккаунтов, да, скалиостро. Я заполняю скалиостро 2 аккаунта. То есть, вот сейчас я покажу. Так вот выглядят мои. Да, здесь скайпы отображаются. Здесь текста я прописывал. Ну, все время дополняю, что-то удаляю. Пароли я убрал просто сейчас. А так выглядит, вот у меня такой файлик для скайпа. Вот здесь у меня 6 скайпов. Это мои. Которые я использую, помимо своего главного. Сейчас у меня, кстати, включен один из скайпов. Ну, не мой, да, а вот именно вот этот парадокс. То есть, я прохожу, как я делаю. Да, я прохожу в один день ротацию калиостро и добавляю скайпы с групп. Сейчас покажу, как я это делаю. И зачем именно так я это делаю. Удалить выбранные. Так. 4148, Redux. Поверяем наш скайп. 4148, все верно. Теперь, теперь я добавляю сюда, опять же, X-геном, да, вот этой программой. Я, в принципе, показал, теперь я могу удалить, мне они не нужны. Заходим в папку Redux. То есть, это скайп из Redux и я где-то добавляю, ну, до 30, 25, 27, 26, вот так я добавляю. Копируем, вырезаем, точнее. Сохраняем папку изменений. Здесь у меня вот такая папка называется A1, A1, A1. Не лень было придумывать название, я так сделал. Вставляем сюда и сохраняем. Сохраняем. Теперь заходим в X-ген. И добавляем сюда, опять же, значок скайпа. Добавить, загрузить из TST. Забочий стол. Ищем папку A1, A1, A1. Выделяем. И добавить в избранный. Мы сюда нажимаем. Добавить в избранный. Здесь всегда выскакивает какая-то ошибка. Без разницы. Нажимаем сюда. Мы подключаемся. Кто первый раз будет подключаться к аккаунту, здесь вот нужно будет дать разрешение. То есть, видите, тут мы обнаружили, что вы пользуетесь приложением. Там да, принять или отказать, я не помню, что написано. В общем, нужно принять сначала. Дальше, дальше. Мы сюда вводим следующий текст. Текст я ввожу. Привет, я тоже был в Redux. Как у вас сейчас успехи? Копировать. И вставляем. Здесь ставим галочку. И выбираем секунду. Через какое время будет добавляться он в человек. Ну, там, например, 18. И нажимаем добавить. Не нажимайте много раз добавить, как я первый раз это делал. Я думал, она как-то там фиксируется, еще что-то. Нет, сколько раз нажмете, столько раз он к одному человеку и будет добавляться в друзья. Ну, писать вот этот текст, точнее. Заходим в Skype. А, ну, этот человек уже, вот видите, два раза написал. Значит, я уже к ним добавлялся когда-то. И, видать, забыл удалить. С папки я взял те же аккаунты. Ну, неважно. Главное, я вам это показал. Для чего этот текст вообще, да? Почему его писать? Как вот он нам, ну, какую пользу он нам сыграет в дальнейшем? Пишите совсем другой, конечно. Текст как-то по-другому, по-интересней. К примеру, привет, я там тоже являюсь участником Redux. Сейчас там что-то не получается. Ну, как-нибудь придумайте по-другому маленько. Не копируйте одно и то же. Когда одно и то же, оно перестает работать. Для чего вообще этот текст? Вы смотрите, вы написали, он, этот участник был действительно в Redux. Да? Звук пропал. Ну, звук пропал. Ребят. Я не слышно, звук пропал или нет. Нет, да? Ну, это значит, что одно у человека пропал. И вот, смотрите, когда этот человек видит текст, 50% вас принимать вообще не будут. Потому что, я говорю, если эта группа, если эта группа, так сказать, вот, чат меня отвлекает. Если эта группа создана другим человеком, там все подряд в основном, не только с Redux, да? А кто действительно был в Redux, вы к нему постучались, то есть у вас как бы уже что-то объединяет. Вы в одном проекте были, да? Якобы вы были в нем, что-то вас объединяет. И он вас добавит ради хотя бы интереса, да? То, что вы там были. И ответит вам что-нибудь. Если ничего не ответит, ничего страшного. Это ваш потенциальный клиент, который вы уже с Bubble Bot будете работать. Делать там рассылку. Если он ответит, все хорошо, в принципе, можно с ним тоже беседу никакую не вести. В принципе, вообще. Ну, хотя можете, да? Но самые ваши клиенты, которые скажут, да что-то хреново, у меня не получается приглашать. Или просто, да у меня не получается. И вот это уже ваш человек. То есть, а что случилось? А что не так? Да? Ну, и начинается разговор. То есть, он с вами уже сразу поделился тем, что он не может приглашать. То есть, у меня вот такое часто бывает. То есть, люди вот сейчас многие в раздумии. Потому что у них, да, не получалось. Вот эту боль вы находитесь таким способом у человека. То, что он не может. И вы как бы еще не говорите, что вы ему что-то можете дать. Там, что вы в самом лучшем проекте находитесь. Что у вас крутое обучение. Просто дальше с ним общаетесь. Пока он у вас не спросит, да, а чем вы сейчас занимаетесь. То есть, чтобы он вас спросил, этот человек. Как будто бы вы не пытались ему навязать с самого начала что-то. А вы построили так диалог, чтобы он сам спросил у вас. И дальше вы уже начинаете рассказывать ему, что вы находитесь в такой-то команде. Сейчас у меня нет проблем с клиентами. Люди рекрутируются, очень легко, там просто, и все у меня супер. Как бы идея понятна вам? Мне кажется, он более корректно работает. Он по входу на сердце с одним видом. Где же? Вот так он отбрасывает. MLBot. MLBot, Ольга, у меня есть. MLBot, но он работает у всех очень плохо. Очень плохо, и я его как бы не советую. Хотя я им, ну, работаю. Он когда работает, когда не работает, там обслуживания больше не существует. Так что ни поддержки, ничего там нет. И повторные у меня не то, что я там что-то сделал. Я их уже до этого отправлял им, просто, видимо. И забыл их удалить с базы своей. У меня вот повторные им шлёт. Именно из-за этого. А что касается, то есть вы с человеком, то есть вы загрузили систему, она сама добавляет, добавляет. А кто-то вам ответил, добавился, кто-то вам ответил, вы с ним заводите диалог. Кто не ответил, добавился, просто его оставляете. Дальше уже будете рассылку делать через BubbleBot, MLBot и всему подобной программы. А так вам главное, чтобы вам человек сказал, что, да, ну, это дурацкое там, ничего там, никакого обучения нет. Вот такого человека вам найти нужно. А они будут постоянно у вас. И дальше вы ненавязчиво, ненавязчиво там спрашиваете, спрашиваете. И когда он у вас начинает спрашивать, вы уже делитесь своей информацией. То есть то, что у вас всё получается, то, что вы ходите на классное обучение и всё у вас устраивает. То есть такое вот скрипт-общение, на самом деле, простой. И всё это автоматически. Я запустил его, к примеру, да, вот, как пример. Запустил, она работает, добавляет друзей. В этот момент вы можете проходить ротацию, чтобы сэкономить своё время. Ротацию, к примеру, программа бесплатная. Всё, что сегодня показано, всё бесплатно. То есть сегодня такой для бюджетников, глубинат для бюджетников. Сбился в смысле. А, пока проходит она, добавляет друзей, вы можете проходить ротацию в каком-то контакте, да, чтобы сэкономить своё время. Я вот иногда вручную тоже прохожу в Калиостера, да, потому что там, ну, мало людей тут добавляется. Ещё откуда-то там, пиарингис, я не знаю. Пока она там добавится, вы в одном аккаунте добавили. Потом, хоп, перезашли, в другой аккаунт зашли, там, врубили то же самое. Уже в другом проекте. То есть у меня, видите, вот, сколько проектов здесь. Итрейд, Редокс, Биткоин Степ, ПРОК МЛМ. Уже там умный доход я уже всех там передобавлял и так далее. То есть постоянно новый какой-то проект загружаю. Хочу искать новый проект, новый. То есть захожу, официально лучше искать группу. Хотя я раньше, вот, парсил официально, вот, вот, недавно только я понял, что лучше официально. Раньше все подряд парсил, там, например, Редокс штук 10, 10 Редоксов с парсил. Там больше половины вообще в Редоксе не были. И таким способом вы набираете людей. Второй способ, это вот, как я в третьем уроке, это через Скайп Талкер, да, вы делаете массовую рассылку. Как работать со Скайп Талкером. Илья на той неделе уже проводил вебинар. То есть вы парсите, я вот буквально за день, да, где-то полмиллиона спарсил. И вот сейчас будет у меня такая тотальная, можно сказать, рассылка. Ну и с полмиллиона осталось там 380, потому что, опять же, дубликаты бидные, валидные, чистим их. Вот, запросы авторизации спешно разосланы. То есть всем отправилось. Нажимаем ОК и все. Можете, или даже можно не выходить отсюда, просто берете, удаляете все. Заходите в новый Скайп и загружаете уже по новой сюда аккаунт из другого проекта. Вопросы, ребят, теперь. Вебинар у нас, да, скорее всего, будет продажный. Артур, ты здесь, вебинар зад будет? Ответь, ребятам. Я точно не знаю, но скорее всего, должен быть. Понятно. Ну, в любом случае, видео... А, кто-нибудь видео писал? Я же не писал видео. Люди писали кто-нибудь видео? Руслан, ты обычно записываешь. И Дима. Я узнаю, его вдвоем записывает. Я надеюсь, кто-то записал. Я нет. А, Ярослав, ты записал или плюс? Обалдеть, никто тренинг не записывал, да? Ну, плохо. А, Ярослав записал. Ну, вообще красавец. У Ярослава есть запись. Ну, все, Ярослав, ты молодец. А, Ольга еще записала. Ну, молодцы, да. А то я никогда не записываю, потому что иначе у меня будет виснуть... Скайп. Ну, не скайп, а вообще все будет виснуть. Из-за этого я обычно через... Эту, как я записываю... Фантазию. Так что я сегодня не буду. Я понял, так, вопросов нет, да? То есть, вы поняли, делаем, набираем себе подписчиков, набираем просмотры. Ну, просмотры через топи, это дорогие, на самом деле, их набирать. Просмотры лучше набирать по вебинару, которому я до этого показывал. Там быстро очень койно качаются. Здесь маленько проблематичнее. Так, проблематичнее, да? И здесь вот подписчиков, репосты хорошо делают в ВКонтакте. Ну, на свое, на каждом, да? Каждый найдет в этой программе, в этом сервере что-то, плюсы какие-то для себя. Я думаю, каждый их получит. Давайте, так, 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 секунду. Опять же, да, у меня будет стандартная такая просьба. Вам не трудно, а мне дает и бонусы приятно. Сделайте, сделайте. Так, где он у меня? Где мой скайп-чат вообще? Я потерял уже. Скайп-чат, да? Напишите мои комментарии. В принципе, здесь присутствуют люди, которые уже были на вебинаре и есть в моем скайп-чате. Так что, просьба. Я куда-то сюда его записывал. Просто я сейчас в другом, да, аккаунте в скайпе не хожусь. Напишите тогда, да, кто есть у меня в скайп-чате моем. Отзывы напишите. Сейчас я вот камеру включу. И сегодня, да, по традиции 27-е, 0-9-е, 2017-е. Давайте по 100-бальной шкале оценим вебинар. Если плохой, прям минус 10 пишите. Просто вот ваше мнение интересное, что мне может в дальнейшем исправить что-то новое, еще интереснее давать информацию. Напишите по 100-бальной шкале, как вы оцениваете данный вебинар. Дмитрий, вообще там миллион или 10. Все, вижу, вижу. Да, очень приятно. Спасибо, ребята. Я думаю, информация будет полезна для каждого. Каждый что-то возьмет. Такие будем небольшие, без нагрузки, да, вебинары проводить. Без лести. Вот, спасибо, Ольга. И просьба, да, вот оставить в моем скопчате какие-то отзывы. На этом я буду заканчивать, да, прощаться с вами. Ну, не прощаться, до встречи. На следующей неделе, еще не знаю, какой будет, но, возможно, по фотошопу. Кто не знает, кто не работает с фотошопом, думаю, для тех будет интересно. Ну, еще не точно, возможно, что-то другое. Но в фотошопе в любом случае буду какой-то проводить. Да, Дмитрий, если хочешь, что будет, будет. Я сам не супер мастер, но там, да, шапки как делать, превьюшки делать. И скину, также у меня есть PSD файлы. Я их, скорее всего, тоже добавлю в закрытую группу. Это PSD файлы будут. И там уже готовые размеры, готовые какие-то шрифты, красивые, да, там. То есть вы просто можете подставлять, менять там фотографию свою, и, в принципе, у вас все будет готово. Ну, там фантазию надо будет еще проявить маленечко, и все. А так или PSD для шапки будет, и PSD для превью. Ну, это надо найти, у меня где-то в компьютере есть. Так что это или на следующей неделе, или позже. То есть такой вам спойлер, да, маленечко такой рассказал про следующий вебинар. Ну, все, ребят, на этом заканчиваем. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!